Привет, друзья! Я сейчас нахожусь в торговом центре. Прошу прощения за звук, потому что я без микрофона. В общем, смотрите, выставили на показ вот такие два новых Вольсвагена. ID.4 Cross и ID.6 Cross. Если вкратце, ID.4 Cross. Цены стартуют от 200 тысяч юаней, 219, 240, 243, 280 тысяч. Базовая комплектация, пробег 400 км по NLDC, батарея на 55 кВт-часов. Следующая комплектация 550 км по NLDC, 84,8 кВт-часа батареи. И максимальная комплектация, она идет полноприводная, у нее 500 км запас хода. В крутящий момент у них 310 ньютон-метров, у максимальной комплектации с полным приводом 460. Если это вкратце, то машина выглядит вот так вот. Они, в принципе, две, выглядят похоже. А ID.6, он идет 7-местный, 4-й, 5-местный. Все, как бы ничего, да? Красивая машина. Что одна, что вторая, вторую еще потом покажу. Но, ребят, может, я что-то не понимаю, но как можно ставить в 2021 году барабаны? Барабаны на дорогие машины. Ну, блин, я не знаю, камера это передаст? Нет. Во-первых, это выглядит уже убого. Ну, не знаю, когда спереди стоят нормальные тормоза дисковые, и то они вентилируемые, обычные дисковые, то сзади ставят барабаны. Когда вот рядом стоят вся пенги с вентилируемыми дисками, что спереди, что сзади. Ну, да ладно. Так, если это вкратце, цены на ID.6 стартуют они на 240 тысяч юаней. 267, 280 и 350 тысяч, максимальная комплектация с полным приводом. Базовая комплектация проезжает 439 километров по NIDC. Батарея у нее на 62,6 киловатт-часа. Следующие комплектации проезжают 565 километров. У них 84,8 киловатт-часа батареи. И максимальная проезжает 516, она с полным приводом. И такая же батарея 84,8 киловатт-часа. Максимальная скорость у них 160 километров в час, у ID.4 145. Конечно, ID.6 выглядит, ну, куда ярче. Хотя, опять-таки, дело каждого. Честно говоря, он мне похож на больше на новый Golf, на восьмой. Шестой, конечно, ну, такая уже сильная, такая новая решетка радиатора. Ох, какая эмблема, горячая, прям кипяток. Эта машина, конечно, больше, ну, и тоже, ну, посмотрите. Не знаю, по мне это уже просто ничность как-то выглядит, если ставить туда барабан. Сзади они выглядят вот так вот. Шестой выглядит действительно как внедорожник. Четвертый выглядит больше как хэтчбэк. Хотя они оба, откровенно говоря, хэтчбэк. Как видите, сейчас они стоят, заряжаются обычной зарядкой нескоростной. Кстати, ради интереса, что у них за зарядка. 8 ампер. 8 амперная зарядка, самая обычная. Ну, ID.6. Как я и говорил, тут 7 мест. Но они условно 7, поскольку там взрослый человек там вряд ли, конечно, сядет. Если, конечно, очень сильно постараться, может быть, и получиться, на ноги будет на высоте груди. Багажник, естественно, так небольшой. Тут есть небольшой подпол, в котором у нас что? О, я русую на слова назад. Вон, довольно-таки, тут глубокая ниша. Ну, запаски здесь нет. Ну, да ладно. Но если сложить третий ряд, то получается очень внушительный багажник. Во мне это, конечно, огромнейший плюс. Хотя я бы не позиционировал эту машину как 7 местную, честно говоря, с этим вот рядом. Вот так. То есть багажник реально крутой. Огромный большой проем. В самом багажнике две лампочки и прикуриватель 12 вольт. Нажимаем кнопку, ставим руку. Блокирует. Еще раз. Блокирует очень неплохо. Конечно, прикольные здесь сделаны ручки. Есть такой вот небольшой там подсветкой. Не знаю, будет видно, не будет. Задний ряд. Ну, классный. Вот что-что. Сиденья здесь, конечно, сделаны божественно. Это, кстати, кожа. Это не зам. Это реально кожа. Она прям такая плотная. Также есть тут подлокотник с двумя. С половинами подстаканниками. Такая прикольная штука. Это вот подсветка. Вот такая вот на дверях, на картах двери. Это тоже все кожа. Но сидеть здесь комфортно. Не знаю, будет видно, не будет. Для заднего ряда есть свой кримат-контроль. Свои дефлекторы обдува, соответственно. И два USB Type-C. То есть, друзья, мы живем уже в 21-м году. Обычно USB уже уходит с моды. Сейчас все переходят на Type-C. Огромная панорамная крыша, которая закрывается автоматически. От заднего ряда вот так вот выглядит торпеда. Выглядит реально очень стильно. Хотя я бы не сказал, что это самый сильный автомобиль 21-го года. Давайте переместимся, попробуем наперед. Как видите, здесь очень много народу. Это не так будет просто сделать, но я очень сильно постараюсь. Выгравлена надпись Volkswagen. Ну, естественно, карты дверей все здесь прошито кожей. Все красиво. Сиденья обалденнейшие. В меру жесткие, с такой поддержкой. Кто-то нарушает правила. Естественно, память сиденья и управление электронное. Смотрите. Ну, как по мнению, немножко такое странное табло приборов, но да ладно. И смотрите, какая здесь коробка передач. Клавиша R&D. Не знаю, сомнительное решение, потому что вы сидите вот так вот за рулем. Его переключать, но я не знаю, это сейчас на камере не будет видно. Его просто реально... Надо все время так вот отогнуться, чтобы увидеть, что ты какую педачу включаешь. Ну, или же смотреть на вот это вот табло. Ну, это лично мой биздык. Торпеда здесь такая прошитая кожа красивая. Огромнейший здесь экран, ребят. С 4G модемом, естественно, как уже должно быть все. Но проблема в том, что здесь нет английского языка. Но я думаю, что это временное решение, поскольку это выставочный образец. Но вообще во всех Вольсвагенах Китая есть English. Так что я думаю, это вполне решаемо. Как бы работает оно действительно все очень шустро, очень классно. Вот ассистенты парковки. К сожалению, камеру заднего вида я сейчас включить не смогу. Она, думаю, классная. Вот такой вот тут тоннель, в котором спрятано два подстаканника. Какая-то байда для мелочи, наверное. Опять-таки, два Type-C, беспроводная зарядка. Подлокотник, который глубокий, но в нем нет ничего. Также бардачок. Очень глубокий, с подсветкой. Это плюс. Вот такие вот лампочки, которые уже очень сильно нагрелись, аж горячие. Кнопка вызова экстремных служб. Козырьки с подсветкой раз. Ну, я думаю, что с подсветкой даже два. Ну, и обалденная панорамная крыша. Пойдемте посмотрим, там как раз открыт капот. Что там у нас под капотом? Вот, смотрите, как все это выглядит под капотом. Тут ничего не зашито, но и конкретного доступа. Ну, нет, к чему нету. Разве что к расширительным бачкам, естественно. Ну, да ладно, как видите, подобраться туда не так уж и просто. Ну, давайте теперь перейдем к AD4. То есть, по сути, это ее младший брат. Ну, я думаю, что повторяет он ее практически полностью. Задний ряд у нее тоже с таким вот эффектом подсветки. Но если там она переливалась, то тут она просто красная полоса. Вот такой вот диван. Кстати, если там была полностью кожа, то тут такая вот тканевая вставка. И это похоже на кожзам, честно говоря, потому что там было как-то поплотнее все. Также здесь вот такой вот подлокотник абсолютно такой же самый. Черная крыша, ну и, естественно, панорама. Тут нету, как видите, управления климат-контролем. Возможно, только в этой комплектации. Также есть два дефлектора обдува и два Type-C. Там сейчас передизайнер, пока вам покажу багажник. Багажник тоже открывается автоматически. О, но тут багажник царский. Как будто не было, все равно хороший. Тут у нас лежит кишачий хвост. Также опять две лампочки, но прикуривателя я не вижу. Ну и такая же здесь ниша глубокая для всякого барахла. Тут уже не кожа, тут уже просто пластик. Ну, такая дерматиновая вставка здесь есть. Сами сидения тоже такие с хорошей поддержкой. Тоже память сидений также есть в них. Но торпеда уже просто из мягкого пластика. Там была кожа, тут просто мягкий пластик. Все те же абсолютно кнопки. Я думаю, что комплектация у них очень похожая. Я даже заострять внимание не буду, потому что реально все то же самое, ребят. Ну, разве что другой туннель. То есть он тут не закрывается, тут просто два подстаканника и фигня для мелочушек. Два Type-C, там вот снизу есть прикуриватель. И такой небольшой подлокотник, который, ну, типа вот так вот немножко ездит. Ну, а так в целом абсолютно такой же самый автомобиль. Сейчас попробуем посмотреть, что там под капотом у него. Хотя я думаю, что отличия их особо и нет. Ну, да, вот как видите, здесь тоже все зашито. То есть небольшой вот доступ есть к расширительным бачкам. Да и все. То есть, как видите, тут даже нет никакой шумоизоляции. Вот такая вот кнопка, которая очень на самом деле прикольная. Да и все. То есть, как видите, сделано все так просто и со вкусом. Как вам такой автомобиль? Я не знаю, пишите в комментариях, друзья. Мне лично внешне не нравится, но я не считаю, что это там именно тот автомобиль, за который стоит платить такие деньги. Ну, опять-таки, это Volkswagen. То есть, как бы я там не любил VAC, но это все-таки, ну, как по мне, немножко too much. Ну, особенно, конечно, меня очень расстраивают эти вот тормоза, но это прям вообще печаль в 2021 году. Все сами колеса реально огромные, огромные диски. 255-45 R20, кстати, резина. Ну, выглядит круто. Так что, друзья, пишите в комментариях, как вам эти автомобили, что вы про них думаете. Ну, и заплатили бы вы за них вот такие деньги, что за них просят китайцы. Рекламная у них компания очень хорошая. Всему Гуанчжоу их рекламируют. По сути, это, видите, разработка, грубо говоря, как они считают, это Fav Volkswagen. Ну, хотя, я не знаю, честно говоря, я врать не буду. Мне кажется, что тут от Fava разве что предоставленный завод в Китае. Так что, вот такие вот красавцы, друзья.